Мне плохо известны правила иудаизма, но правила дебатов мы уже нарушили. Поэтому я бы попросил вас обоих придерживаться отведенного времени. Рави, два месяца назад Кнессет лишил вас с парламентского иммунитета, издав особый закон, который применим только к вам. Религиозные партии, с которыми вы по природе близки, бросили вас и покинули Кнессет. Не доказывает ли это, что теократическое еврейское государство, которому вы призываете, будет подвержено огромной коррупции, и как в условиях теократии быть с нерелигиозными гражданами? Я не очень понял связь между первой и второй мыслью. Если говорить о первом вопросе, действительно, меня частично лишили иммунитета. В той части, которая позволяет члену Кнессета свободно перемещаться по стране в любое время, посещая любые места. Такое случилось впервые. Мы были вынуждены обратиться в Верховный суд с требованием приостановить это решение. Я думаю, это неприлично и возмутительно, что арабские коммунистические члены Кнессета в течение 36 лет выступают против самого существования еврейского государства, свободно перемещаются и сеют свою отраву. И никому за это время не пришло в голову ограничить их деятельность. Это просто возмутительно. Что касается ортодоксальных партий, то голосуют они или не голосуют, или покидают Кнессет, это не важно. Я полагаю, что стоит упомянуть только одну вещь. И правые националистические партии, и ортодоксальные партии хотят изгнать меня из Кнессета только по той причине, что по всем опросам, на следующих выборах я получу гораздо, гораздо больше мест. Теперь насчет того, что произойдет с евреями в теократии. Я говорил о честности. Давайте будем честными. Иудаизм не демократия. Если иудаизм – это закон Бога, то вы вправду думаете, что Бог сказал, «Хорошо, я хочу, чтобы вы каждые четыре года голосовали, выполнять или нет обряды». Итак, можно отказаться от иудаизма, ладно. Точно так же можно отказаться от факта дарования Торы на горе Схинай. Хорошо. По меньшей мере, это честно. Но если мы верим, что иудаизм – это слово Бога, то вправду полагайте, что иудаизм и демократия совместимы. Демократия – это прагматическая система, ориентированная на людей, которые не знают истины. Потому что кто вы такой, чтобы указывать мне, что есть истина? Вот почему демократия – это не истина, а практическая система для людей, которые не знают истины. Для всех Маргарет Митт Мира, которые считают, что не существует объективной истины. Она посетила остров в Тихом океане, на котором люди едят своих матерей, и пришла к выводу, что нет ничего неправильного в поедании матерей. Это просто такая культурная особенность. Следовательно, для таких людей должна быть демократия, потому что для них нет объективной истины. И я это, конечно, могу понять. Но если исходить из того, что иудаизм – истина, то как можно ожидать от ортодоксального раввина, что он согласится с системой, при которой каждые четыре года народ решает, нужна ему истина или нет? Так что, если вы хотите честности, вы всегда ее от меня получите. Демократия – это система, требующая от евреев держать Бога на расстоянии. Имея это в виду и понимая особенности нынешней ситуации, я не готов к гражданской войне между евреями. не потому, что демократия – это хорошо. Это нехорошо. Но потому, что я не готов видеть, как евреи убивают евреев. Соответственно, в моей программе прописана демократия для евреев. С надеждой, что однажды они сядут, подумают и поймут, в чем истина, и сами примут ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ